здравствуйте в мире канал не раствор и с вами я юрий гимильфор как известно миграционный кризис на границе польши и беларуси набирает обороты и уже полицейские точнее пограничники с польской стороны они уже начали стрелять воздух дабы не допустить прорыва мигра с другой стороны все прекрасно понимают что этот кризис организован не самим лукашенко просто не в состоянии это сделать в одиночку он организован явно при помощи кремля напряженность соответственно нарастает масло в подлила заявление владимира путина что он доволен тем что запад нервничает он это заявил на коллегии министерства иностранных дел чтобы они не переходили через обозначенный путиным красную линию под этим он подразумевает поставку украине летального оружия но как показывает практика запад плевать хотел на эти красные линии путина потому что давайте как говорит с ним розовые очки и посмотрим на вещи реально путин уже давно на мировой арене никто но в этой связи возникают вопросы у многих зрителей а возможно ли повторение условно говоря карибского кризиса 20 когда действительно мир встанет на грани очередной ядерной войны и все может спровоцировать что называется случайный выстрел это как правильно поставленный вопрос и волнует он очень так вот давайте мы с вами разберемся начнем с так называемого миграционного кризиса я напомню что как раз кремль от него очень тщательно дистанцируется мол я не я ложь не моя мы тут ни при чем мы тут ни при чем хотя я на прошлой неделе в общем то вам пока что никто кроме аэрофлота не мог доставить этих беженцев этих виноват мигрантов из стамбула в минск а я напоминаю прямые рейсов из дамаска из багдада не существует только на автобусах можно добраться до стамбула но мы об этом говорили это не суть важно поэтому а если говорить о лукашенко то разумеется стрелять он не будет единственное куда он может стрелять это в спины мигрантов по польской стороне он конечно же стрелять не будет у поляков есть достаточно средств нелетальных для того чтобы не допустить прорыва этой толпы в том числе они уже как известно применили вода водами но людей беспокоит концентрация российских войск на украинской границе людей беспокоит хулиганство путина и частности при помощи гибридной войны поэтому данный вопрос поставлен в общем то но давайте разберемся если путин будет продолжать свою тактику гибридной войны то есть без участия регулярных воинских формирований а исключительно при помощи наемников аля чвк вагна то в этой ситуации войны и не может произойти по той простой причине что повторится ситуация в дэйр-эс-зоре и когда на звонок в кремль убери оттуда своих идиотов кремль ответил а их там нет ах и там нет значит их там и не будет и все эти 200 диких гусей были положены в течение менее пяти минут плотным артиллерийским огнем при помощи современных средств наведения вот и все и с этими солдатами удачи будут поступать точно также точно также положено поэтому в данной ситуации по этой причине войны не может быть по определению их просто кладут кремль от них как всегда стандартно открещивается я не я ложь не моя меня там нет но вопрос то вдруг может ли возникнуть карибский кризис 20 из-за хулиганство пилотов из-за реальных рукотворных созданных провокаций которые уже усилиями солдат удачи просто не сделать с моей точки зрения нет хотя я предупреждаю сразу это вопрос достаточно но тем не менее я расскажу свою точку за давайте мы для ответа на этот вопрос вспомним что произошло после того как турки сбили российские су-24 только потому что он нарушил их воздушное пространство взяли избили три дня побушевала интернет пространство путин заявил помидорами они не отделаются в итоге через три дня путин опять же стелился перед ардоганом и все закончилось мир на эскалацию конфликта в этом плане с этой точки зрения путин разумеется не пойти что дает основание это думать именно подобным образом а поведение владимира путина потому что как мы уже успели убедиться за последние годы сказочный национальный лидер очень труслик посмотрите то что он как прячется в бункере то что ближе чем на 100 метров к нему никто подойти не может потому что он всего боится в том числе и коронавируса ну а как расценивать поведение подобного вот подобное поведение только трусостью трусость это стало визитной карточкой владимира путина гатить что называется по мелочам но при угрозе крупного конфликта когда ему что называется кувак показали он тут же уходит в сторону вот и все поэтому с этой точки зрения никакой войны не начнется но граждан же интересует главное у путина ведь есть ядерный чемоданчик и он чисто формально может нажать что называется на красную кнопку да формально он это может но он этого никогда не сделал по двум причинам первую причину я уже обозначил это трусость и смысла он просто побоится это делать ведь вы не забывайте дорогие друзья что все деньги это братва из озера хранит на запад они привыкли к сладкой жизни а зачем от нее отказываться им этом смысла нет ни малейших они не будут этого делать а вторая причина запуска межконтинентальных баллистических ракет с ядерным оружием это многоступенчатая операция и даже команда она не означает выполнение а тут ряд момент во первых я трезво смотрю на вещи и прекрасно понимаю что уже даже низовой уровень и задаться вопросом а надо ли это исполнять они будут требовать подтверждения даже ели даже при условии того что путин как мы знаем уже находится в мета вселенной с аватарами как говорится дедушка уже в ином мире это петь а второе друзья мои я вот сейчас покажу вам одну фотографию это василий архипов человек который 27 октября 1962 года предотвратил ядерную войну когда просто не стал запускать торпеду с ядерным зарядом по американской эскады это как раз было во время карибского кризиса так вот дело в том что уже даже на низовом уровне вполне возможно что запуск не будет осуществлен вот почему дорогие друзья я считаю что несмотря на явную неадекватность нашего вождя несмотря на все возрастающие провокации даже из-за случайного выстрела не будет никакой катастрофы даже с учетом того что эти отморозки творят ну господи боже мой достаточно вспомнить собственный же сбитый спутник который поставил существование мкс и китайской орбитальной станции тингунь под угрозу даже с учетом этого не возникнет подобного рода конфликт не возникнет но нервы почин будет портить всему миру до тех пор пока он еще друзья но я так всегда напоминаю выводы делать только вам подписывайтесь на канал не рашворк до встречи